Вот включаю славу горячей воды, вода идет в холодную, в добрый свет. Вот в таком состоянии, если внизу никто ее не включил, она может находиться и 30 минут, и 2 часа. Такая ситуация в квартире Ирины Леонидовны уже месяц. После отключения отопления в ее квартире кончилась горячая вода. Вернее, она есть, только чаще всего температура ее 30 градусов. Женщина определяла ее специальным термометром. По словам жительницы дома 68 по улице Ленина, горячая вода не поступает только в ее квартиру. У соседей по этажу все идет нормально. У них змеевик горячий, они открывают горячую воду 2-3 минуты, у них идет горячая вода. У меня по полчаса, по 2 часа может идти холодная. Даже по моему этажу, 14 этаж, по моему этажу, ни в однокомнатных, ни в трех, ни в двухкомнатных следующих этажах, такого нет. У них идет горячая вода. И змеевик вот этот вот в ванной, у них горячий всегда, он у меня всегда холодный. Ирина Коняева живет на последнем этаже высотки. Горячая вода в ее квартире появляется только в период активного водоразбора с жильцами нижних этажей. Утром часов в 7 и вечером примерно с 19 до 21 часа. В ЖЭО говорят, что изменить эту ситуацию невозможно. Горячая вода в системе водоснабжения остывает всегда, когда ей не пользуются жители. Мы проверяли подвал, проверяли всю нашу систему потачи холодной воды и горячей. Там все нормально. Когда они начинают пользоваться водоразбором, может быть, по ее стояку просто проживают люди, много отсутствующих дома. За воздушкой там никакой нет. Если была бы за воздушкой, у них никогда бы не было горячей воды. По другим стоякам, возможно, может, лучших картинок. Почему? Потому что чаще водой пользуются. Может, люди больше дома находятся. Только от водоразбора все зависит. Еще одна проблема, которая беспокоит жительницу 14-ти этажки – разрушающаяся плита над балконом. Первая трещина там появилась еще в 90-х годах. Тогда же плиту покрыли кровельным материалом. Этого оказалось недостаточно. Плита продолжала рассыпаться. Теперь уже видна арматура. О своей проблеме Ирина Леонидовна неоднократно говорила рабочим своего жилищно-эксплуатационного участка. Но оценить масштабы разрушения специалисты пришли только после подачи письменной жалобы в ЖСКХ. Пришли техники, посмотрели. Ну, вы, говорит, не думаете, что что-то мы можем исправить, но у вас, говорит, только можно срезать эту плиту. Я говорю, ну, хорошо, срезайте. Но ответа вот уже два месяца, я жду, ответа нет никакого. Единственное, прислали уведомление, чтобы я не посещала, не ходила на балкон, потому что он в аварийном состоянии. Не пользоваться балконом Ирине Леонидовне придется еще некоторое время. Демонтаж плиты – работа повышенной опасности. Ее могут выполнить только квалифицированные специалисты. Для работы на высотках Заречного в город приглашены профессионалы. У нас сейчас работают альпинисты, сейчас у нас работают в городе, работают люди, которые работают на высоте. А сейчас заканчивают у нас строительные дома, там тоже кирпичная кладка рушится. 12-этажные дома тоже высоко. Кладка рушится, пилоны разрушаются, они там штукатурят. Они заканчиваются и переходят на этот дом. Демонтаж плиты в доме номер 68 по улице Ленина запланирован на ближайшее время. После этого будет решаться вопрос об установке новой. Елена Степкина, Денис Дубицкий, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».